Приветствую вас на телеканале МПАК. Мы встречаемся на программе «Влияние». Мир вам! Входим в ваш дом с благой вестью, с радостью и вестью о том, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Поэтому, друзья, имею честь представить у нас на телеканале в студии «Импакта» епископа из Латвии Яниса Озо-Линкевича. Правильно представил вас, пастор? Правильно, правильно. Мир вам! Приветствую. Мы весьма рады тем, что вы нашли время. И я просто знаю, что наше общение с вами сегодня будет благословением не только для нашей студии, но также для многих из телезрителей, которые встречаются с нами сегодня. Что привело вас, пастор, в солнечную Калифорнию, в знаменитый город Сакраменто? Ну, как сказать, у меня тут много членов церкви, бывших моих членов церкви, и они меня пригласили приехать сюда, и я решил, в связи с тем, что меня пригласили на какой-то конференции в Атланте, я решил использовать время и перед тем приехать здесь побывать в гостях, и очень приятно здесь, хорошо. Заметили ли вы перемены в жизни, в служении тех, которые в свое время были членами вашей церкви, потом Бог их переместил в Америку, и вот вы встречаетесь, входите в их дома, общаетесь с ними. Вот вы можете сказать, перемены, переезда этих людей послужили к лучшему или к худшему? Может, внезапный вопрос? Я отвечу на этот вопрос конкретно. Я вижу, что многое этим людям послужило к лучшему. Они стали более свободными от разных предрассудков, они увидели, как живут люди в других местах, и это их освободило. Они стали более свободными, развязанными, можно так сказать. Это хорошо. Духовная сторона. Это есть и духовная сторона тоже. Включая духовную сторону. Я вижу. Это, зная людей, как они были в моей церкви, и зная, как они себя ведут теперь, как это все есть, я посмотрел и видел, что они стали другими людьми. Лучшую сторону. Может, не все, но большая часть, они в лучшую сторону стали. Слава Богу. Слава Богу. То есть перемены, они бывают к лучшему, бывают к худшему. Ну да, может быть, разное, но я вижу, что эти люди, они стали более свободными, они понимают, начали понимать и что-то другое. У нас церковь в Елгаве, где я был пастором в то время, церковь была очень интернациональная, у нас было больше 20 национальностей, служение словно на латышском, на русском языке. И много людей, которые старались, они хотели, чтобы было так, как и в деревне, или в городе, или в церкви. Я вижу, что здесь такого, по сути дела, не происходит. Может, отдельных людей, но в основе люди понимали, что могут и немножко иначе служить. Это очень важно. Пастор Янис, вы возглавляете сегодня латышский союз пятидесятников. Ваш родной язык? Латышский язык? Чисто латышский язык. Чисто латышский. Вы, кстати, впервые имеем латыша, чистокровного латыша у нас в эфире. Ну так, случилось, что делать? Да, но у вас русский хороший язык, то есть вы проповедуете свободно и на русском, и на латышском. С 1995 года, когда наша церковь объединена, я проповедовал как и на русском, так и на латышском языке. И это мне дало возможность язык усвоить. Это если чтение Библии на русском языке. Вы свободно читаете? Я свободно читаю и могу поэтому говорить. Это язык, которым я пользовался раньше русским языком, скажем, служа в армии, он немножко иной. А библейский язык, он есть библейский язык. Читаешь Библию, он должен этими говорить. Как будет Христос на латышке? Христос это будет Христос. Ага. Ну, нас смотрят латыши сегодня. Можете ли вы в объектив камеры, вот эта ваша камера, сказать, Христос любит тебя, и Он хочет спасти тебя? Христос тебе мил, Он Христос велас тебе глапт, Он дарит бриву, но грека варос. Это как иные языки для меня, ничего не понял. Ваше служение уникально, очень уникально. И когда до эфира мы общались с вами, в сердце я почувствовал, знаете что? Почувствовал большую симпатию и любовь, исходя из того разговора нашего с вами, когда вы рассказали мне, какое взаимодействие в вашей церкви лично с другими евангельского направления динаминациями, насколько тесно вы работаете в области радиовещания, потом какие-то конференции совместно делаете, какие-то еще общения. То есть я бы хотел, пастыриянец, чтобы мы осветили этот вопрос. И я более чем уверен, что то, о чем вы расскажете сейчас, это феномен. Просто феномен. А даже коснемся вопросов католиков. Что Бог делает среди католиков сегодня? Это феномен, наверное, и таких мало во всем мире, скажем. И исходя из того, что аудитория телеканала, она разнообразна. Нас смотрят атеисты, не знающие Бога совершенно. Нас смотрят люди еврейской национальности и таких, таковых очень много. Нас смотрят пятидесятники, баптисты, харизматического направления, адвентисты седьмого дня, православные и католики смотрят. У нас даже некоторые из программ, есть католические программы. Поэтому я просто верю, что свидетельство того, что Бог делает у вас, как Он объединяет вокруг основного, оно будет благословением и в какой-то мере хорошим примером для нас. Интересно то, что мы много что начали понимать. В некоторых вопросах, скажем, вопрос объединения против законов, которые принимаются в государстве. Если одно течение вышло, оно не так. Но если во главе этого стоят руководители католической церкви, лутеранской, православной, баптистских и других, и староверов даже, это значит, все объединились вместе. Это уже влияние. Это уже есть сильное влияние. Это совсем серьезный вопрос. Это одно. Это нас объединяет. Мы собираемся вместе. Мы говорим. У нас, скажем, есть государственный праздник. Вот 17 ноября. И на этом государственном празднике, по сути дела, все епископа, всех союзов, они находят Советом. И почти у каждого есть что-то делать на этом экономическом собрании, богослужении. Там принимает участие президент, представитель посольства, и правительство. Это имеем. Это, во-первых, очень важно для нас, как для небольшой конфессии в Латвии. Люди видят нас, люди понимают, что мы тоже серьезные люди. Это одно. Но, второе, есть важный вопрос сегодня о проповеди Слова Божьего. У нас есть христианское радио. В христианском радио президент христианского радио организует совместное собеседование. Есть одно собеседование с конфессиями. Это есть люди мои. Это есть такое, где собирается пастор разных конфессий. Он приглашает, и вот они говорят по разных вопросах, по одной теме, по Библии. Например, какую тему вы поднимаете, к примеру, можете сказать? Очень разные темы. Вопросы очень разные. Есть вопросы греха, вопросы поклонения. Очень разные вопросы. И каждый раз это другая тема. Каждый раз это другой стих Библии. Или целая глава с Библией. И вот каждый, который сидит там, мы прямо заявили, что мы проповедуем Иисуса Христа. Мы не проповедуем католиков, лутеран, баптистов или кто-то. Мы проповедуем Христа. Значит, если тот, который сидит священник, скажем, католический, он высказал свое мнение по поводу Марии. Мы его прослушаем. Мы не кричим, ты, это самое, идолопоклонник, или что. Мы объясняем, что наша точка зрения на это такое. Мы прямо говорим. Он это выслушал. То же самое, как мы можем сказать, наша точка зрения, по вашему понятию, такое. И это нас не враждует. Мы стали более понимать друг друга. Скажем, момент возрождения. Приезжал к нам евангелист Луис Палау. Было большое такое богослужение в Доме съездов, Доме конгрессов. И выступал архиепископ Лутеранской церкви Янис Ванакс. Он заявил, что мы должны понимать, что без возрождения, если мы даже служители церкви, если мы поем хоре, дьяконы церкви, мы в небеса не войдем. Мы войдем в небеса только через возрождение. Это было очень чудесно. Я сидел рядом с ними и радовался. Я думал, господи, смотри, что же это второй Янис сказал. Он сказал истинное, что очень важно. – Значит ли это, что пробуждение на пути в Латвии? – Ну, мы все ожидаем и молимся о том, что было пробуждение. Скажем, другой вопрос. Мы обсудили вопрос, как проповедовать. Это уже было за кулисами, передача кончилась. И вот некоторые служители говорят, не надо людей пугать, надо, чтобы они спокойно ночью спали. И католический священник, который сидел слева с меня, он моргнул мне глазом и сказал, Янис, надо правда, надо так говорить, чтобы не сразу каялись. Это понимать о том, что у нас в этом вопросе одна мысль. Человек должен каяться перед Богом, оставить грех. Это нас объединяет. И на это мы идем. Мы заявили в латвийском телевидении, когда нас снимали всю эту кампанию, как говорится, что мы свои мнения никто не собираемся ставить. Мы не собираемся делать общую церковь, большую. Мы остаемся при своих мнениях, но мы понимаем, что наш совместный труд, он служит для спасения нашего народа. Это очень важно. И на основании этого мы и трудимся. И, наверное, это является в какой-то мере исполнением первосвященнической молитвы Христа. А в 17-й знаменитой главе Иоанна, да будут все едины. То есть мы можем быть едины вокруг личности Иисуса Христа. Наши вероисповедания, наши доктрины, они должны быть христоцентричны. И все остальное, не касающееся вопросов спасения, это уже, как украинцы говорят, другорядное, то есть второстепенное. Да, этот вопрос серьезный, но есть еще другой вопрос важный. То, что когда мы только центрируемся, то, что нас обобщает, что нам хорошо, немножко в сторону уходит то, что есть тоже немаловажно. Скажем, вопрос силы Божьей, церкви, очень разное мнение и другие такие вопросы, вопрос слушания церкви не уходит в сторону. Как лучше влиять на людей? Потому что влияние – это важный вопрос. Как нам сказать людям, чтобы они приняли Христа, чтобы они перестали грошить? Это серьезный вопрос. И там мы должны смотреть, что и как. Что представляет из себя латышское общество? Латышское общество – это очень, можно сказать так, новонациональное. Мы должны понимать, что в Латвии есть до того, как были православные, в Латвии появились староверы, люди, которые уходили от репрессии православной церкви, они потом появились только православные. У них довольно большие приходы в Латвию, и довольно много людей. Они насчитывают около 80 тысяч. Есть у нас католические церкви, довольно большие, и люди их посвящают много. Третье – лутеранские церкви, происходит некое обновление, особенно это происходит в городах. Правда, в селах людей немного, и там мало кто приходит. Но есть новые служители, они проходят обновления. Новые служители лутеранские, я знаю, человек пять, которых Бог хрестил Духом Святым. Это интересные вопросы, скажем. И они переживают за возрождение своей конфессии. То есть они немалочисленные, все-таки это лютеранская динаминация. Она доминировала в Европе очень долго, в Германии в частности, наверное. А вот следующее, и также баптистские церкви. Когда-то, когда в моей молодости были пару баптистских пасторов, которые переживали и были крышены Духом Святым, и трудились в этом поле, сейчас опять появляются молодые баптистские пастора, которые приглашают меня у них проповедовать, и мы им им общение. И это все говорит о том, что народ недоволен, или даже служители недоволен тем, что есть. Они желают что-то больше. Это может быть, как это, это есть предпосылка тому, что мы можем ожидать большого пробуждения, которое мы ожидаем. Ну, такой феномен наблюдается в Латвии, и он, скажем, не имеет в какой-то мере повторений в других регионах, когда католическая церковь посещаема, скажем, знамением Духа Святого с говорением на иных языках. Вот мы можем чуть, скажем, войти в экскурс этого феномена? Как это начало происходить? То есть католики, не выходя из своих церквей, даже священники, но они получают крещение и говорят на иных языках. Вопрос есть такой, следующего порядка. В католические школы поступали люди, которые думают о том, как возродить это движение. Возродить, чтобы не сидеть просто в догме, а чтобы церковь стала живой. Это первая предпосылка. Они имели беседы с нами. Они, когда в конце 80-х, 70-х годов у нас было пробуждение, они посетили наши служения, бились среди нас, они видели служение, видели действия Духа Святого. Они хорошо это все понимают. Они все это видели, они признают, что это есть Бог. Они, считая, что они тоже могут быть в католической церкви, они пошли в католические семинары, стали священниками. И сейчас они поступают, и не уж некоторые же поступали, и некоторые же поступают на служение. Значит, что есть? Они молясь Бога, Бог их крестил Духом Святым. И они исполнены Духом Святого. Первый раз, когда я стоял на одном совершении, рядом со мной стоял католический священник, который довольно близок к архиепископу или кардиналу нашего Пуяцу, я думал, Господи, что он делает? Он говорит, на языках. Я так слушал, мне было странно. На языках потом я начал с ним беседовать, я познакомился, я узнавал его мнение и убедился, что это серьезно, что человек это любит Бога. И он, по своему понятию, молился, Бог его крестил Духом Святым. Но католики, они поступают очень, с их стороны, разумно. Они делают как? В их церквах на служениях не практикуется ни молитва на языках, ни другие какие-то так, духовные молитвы. У них какие-то служения есть. Но они создают внецерковные общения. И в этих нецерковных общениях получается, что там пребывают не только католики. Порой даже католиков меньше, но пребывают баптисты, лутеране, писятники, и из харизматической церкви пребывают люди. Это есть довольно большое общение. И на этих общениях руководит им обычно священник католический, который сам крышен Духом Святым. И он дозволяет в этой группе, в этом общении, они молятся языками, они молятся за исцеление, они пророчествуют. Даже пророчествуют? Даже пророчествуют. Пророчествуют в этих. Они пророчества принимают. Я задал вопрос одному из руководителей. Ну, скажите, вот у вас было пророчество. Какое последствия этого пророчества, если он неправильно вы отвергаете? Они ответили, мы всех пророчеств выслушаем. Если пророчество от Бога, значит, это пророчество мы принимаем. Это время покажет. Мы не торопаем сказать этот Бога, нет. Мы проверяем. Я так послушал, очень разумно и правильно поступает. Так что... Но как кардиналы реагируют? Кардиналы реагируют положительно. Это поднимает авторитет католиков. То есть жив Господь, потому что пробуждение придет на церковь. Пробуждение, я глубоко верю, оно не придет чисто для харизматов, или чисто для пятидесятников, или чисто для баптистов, или чисто для лютеран. Если придет пробуждение последних дней и излияние последнего дождя, оно станет достоянием, наверное, всей церкви в целом. Я глубоко так верю. Наверное, Господь готовит к этому. Вопрос есть. В 1978 году, когда я первый раз поехал в Таллинн, тогда моя первая встреча с таллинскими братьями, которое было так называемое, таллинское движение, происходило в доме лютеранского пастора, который молился, который говорил на языках, который и пророчествовал. Я это видел. Я хорошо понимаю, что пробуждение, оно будет очень такое, которое объединит все конфессии. Все конфессии. Потому что, как мне сказали, люди, которые ищут Бога, они найдут Его. Они получат возрождение. Они получат крышение Духом Святым. Эти люди. Каких конфессий не было, они придут. Они будут вместе. Мы это уже видели. Это уже в конце 70-х годов. Мы это уже видели. Мы уже в этом убедились. И уже, как их называть? Вопрос-то не по названиям. Вопрос же есть. Мы и по сей день заявляем, что в небесах войдет люди, возрожденные люди и живущие святую жизнь. Бога угодную святую жизнь. Вопрос не в конфессии. Вопрос. Человек, возрожденный, оставший грех и живущий в соответствии с Библии. Я слушаю вас. И это я говорю даже не для объектива. Я чувствую, что у вас любящее сердце, которое может вместить. И это очень просто здорово. То есть вы можете вместить людей, тех, которые любят Господа, которые сторонятся греха и которые возрожденные. То есть это тот показатель, я вот чувствую в духе, который должен выделять служителя. Не просто отстаивать интересы какой-то группы людей, интересы динаминации, интересы своих доктрин. Но действительно, молюсь о том, чтобы побольше было служителей, которые могут вмещать в свое сердце, так как Христос вместил, ну всех вместил. Христос вмещает всех. Друзья, если вы только что присоединились к нам, мы встречаемся и с пастором, и с епископом церквей из Латвии, и это Елгава, и пригороды все, да? Это все Латвии. Да, но ваша церковь основная находится... Наш центр находится в Латвии. В Латвии, да. В Елгаве. В Елгаве, да. Да, мы не в Риге, а в Елгаве, да. Да, это пастор Янис Азалинкевич. Тему, которую мы поднимаем сегодня, она весьма важна. Она просто важна, она необходима. То есть, не обвиняют ли вас временами, вот слыша точку зрения, которую вы преподносите, не обвиняют вас ли в экуминизме, когда стираются все грани евангельской, христианской, истинной веры, и на смену этого приходит такой винегрет. Не обвиняют ли вас в этом? Винегрет не приходит на смену. Грани евангельского учения становятся более ясными. Это, как ни странно, но это вопрос серьезный, вопрос потому, когда я не только один, еще и другие служители наши, пастора, которые общие имеют служение такое, ну, в месте, где возможно. Это только показывает преимущество, открыто скажу, нашего движения. Это то, что мы не обижаем других, не говорим, вы в заблуждение, вы такие-сякие. Это показывает преимущество наше служение. Когда кто-то тебя ругает, а ты благословляешь его, это народу показывает, что эти люди есть высшего класса. Они не упускаются до руганий и клеветы на других. Это важный момент. Не подтверждает ли это слова Христа, потому узнают, что вы мои ученики, то есть мои последователи, то есть мои сторонники, и когда будете иметь любовь между собой. Это важный момент, это подтверждает. Мы видим, скажем, если мы сидим вместе, если я могу сидеть вместе с латеранином, если католик может быть, наверное, в бело время, когда такого не было, они категорически нас нет, ничего общего не хотим иметь, но жизнь показала, что они не могут без нас. Мы имеем свой голос, мы имеем определенную группу людей, которые с нами, и то самое, что мы увидели, что мы убедились, что наши церкви устояли, когда были дрожные проблемы, когда после такого пробуждения, начало 90-х годов, наши церкви устояли, они не сократились, и они стали на тот же уровень, как были, и сейчас они растут. Количественно растут. Да, мы создаем новые церкви. То, что мы имеем общение с другими, оно оказало на наше течение новое хорошее влияние. Люди, слыша нашу чистую евангельскую проповедь, они, читая Библию, понимают, что мы люди, которые стараемся жить в соответствии с словом Божьим. И это очень важно. Мы не теряем, мы только приобретаем этим, чтобы мы не стали клеветать на других людей. Я так порой думаю, у нас некоторые течение есть, которые боятся 50-ников. Не дай Боже, что-то заговорить на языках. Они теряют. Католики, которые разрешают, пусть говорят на языках, но не в церкви, а так в общении, пусть пророчествуют, они приобретают. Как этому научиться, пастырь Янис? Учиться надо просто. Библия Галатам говорит о плодах духа. Учеба простая. Просто надо быть исполненным Духа Святого, а не исполненным своего мнения. И держать мнение превыше всего про это мнение наше. Оно даже Слово Божие не соответствует. Сегодня нас смотрит студент библейской школы. Это будущий служитель, это будущий пастырь, это будущий предстоятель пред народом Божиим перед Господом. Молодой человек. Сегодня нас смотрит состоявшийся служитель, который имеет уже служение, имеет определенный опыт. Какой совет? Есть ли формула вот такого сердца и такого подхода к этим истинам, о чем мы беседуем? Есть ли какая-то формула, что вы можете сказать, первое для этого надо, это первое, это второе, это третье, и все будет получаться? Первое это есть, мы должны понять, Павел сказал, мы проведаем Христа распитого. Это первое. Второе, это есть молитва. Чтобы то, что Бог положил в моем сердце, я, не обвиняя другого, мог бы нести народу. И другое это принимал. Это происходит тогда, когда человек говорит движимый Духом Святым. Нравится это кому не нравится. Это прямо говорю. Важный момент есть плоды или плод Духа Святого в нашей жизни. Даже не дары, а плоды. Дары – это есть леса для постройки здания. А плод Духа – это есть смирение, радость, скротность, воздержание, вопросы. Когда мы можем себе собрать и не можем спихнуть за то, что тот, который сидел рядом, скажем, он сказал, что это, о, это ерес. Ты его прослушал, улыбнулся, и можешь говорить, как будто ничего не было. Это важный момент. Это можно сделать тогда, когда тебе наполнит Дух Святой. Если наполнен злостью, это уже не от Бога. Это требует серьезного отношения к подготовке этой встречи, этой беседы. Скажем, у нас в Елгаве каждый месяц, каждый месяц, один раз в месяц, по сути дела, все служители со всех церквей, ну, как кому получается, а может, не всегда, они собираются вместе, сидят за столом, пьет кофе, кушают печенье, и рассуждают, как мы сделаем что-то хорошее для города. Или сделаем общий концерт, или там кто-то будет проповедовать что-то. Это все не решает. И вот несколько раз в год все церкви города Елгаве собираются вместе и в Доме культуры делают большое служение. Потом идет по своим и продолжает свое проповедование. Это свет, который распространяется на все общество. Это свет, который распространяется. Это то, что осоляет общество. Да, и интересно, что важный момент, что я заметил, что, имея общение с нами, другие конфессии, служители становятся лучшими. Я назову конфессию. Один служитель, он был ярый курильщик. Курил он по-страшному. И когда он пришел в это общение, он понимал, что тут люди другие. Курить здесь нельзя. И он перекратил полностью всякое курение. Он стал другим, он стал лучшим. Его жизнь изменилась. Это вопрос. Мы можем влиять? А влиять мы можем через Дух Святой, который веет через нас. Если мы желаем своей собственной силой повлиять, ничего не получается. Но это есть работа. Это есть евангельская работа, которая открывает возможности влиять, начиная с католиков, включая остальных всех церквей. Почему, пастыр Янис, мы претендуем на монополию? Откуда это пришло, что мы претендуем на монополию на истину? Если истина, так я имею монополию на истину. Если Дух Святой, я имею монополию на Дух Святой. К сожалению, мы сделали, прошу прощения за это слово, мы сделали марионеткой истину, Слово Божие. И вот так мы взяли, и если это не входит в рамки моего мировоззрения, все вне этого, что я есть и что я делаю, это ересь. Откуда монополия? Откуда эта ересь пришла? Я скажу одно. Пожалуйста. Это связи с отсутствием Духа Святого в нас. Мы желаем руководить Духом Божиим, но мы не желаем, чтобы Дух Святой руководил нами. Человек, руководимый Духом Святым или своими похотями, это есть две большие разницы. И то, что я считаю, что мое мнение наилучшее, это вопрос очень сложный. Я тоже считаю, что мое мнение хорошее, но есть другой вопрос. Я понимаю так, если это мнение, я понимаю, что это от Бога. Я не имею права его навязывать. Я молюсь Бога, я прошу Бога, Господи, если ты так желаешь, ты это можешь так устроить. И Бог решает эту проблему. Если я начинаю своими мнения навязывать, это уже большая проблема. Поэтому я говорю, что мы можем иметь свое мнение, думать, что это от Бога, но я не имею права его насильственно навязать на других людей. Я сидел несколько дней в парламенте нашем, и я заметил интересную картину, которую заставили меня думать. Выступает депутат одной партии, и он так яростно засышает свое мнение, мнение своей партии. Выступает другой, тот засышает мнение своей партии. И так громко, и так сильно. В перерыве они сошлись и говорят, ну что, завтра на охоту поедем? Это интересно. Как будто ничего не было. Я понимал одну вещь. Значит, мы верующие люди, мы порой из-за того, что он имеет другого мнения, мы уходим и делимся, мы разделяемся, и кажется лучше. А я обычно говорю, лучше не стало, иначе стало. Вот это вопрос серьезный. И я понимал, что учись уважать мнение другого человека. И когда мы научимся уважать мнение другого человека, это не значит, что я меняю свое мнение, это значит то же, что я уважаю мнение этого человека. Я уважаю этого человека. Это потрясающая мысль. Вот мысль просто, вот это откровение. Помогите мне разобраться, пастриянис, не является ли это следствием культуры просто, человеческой культуры, а не какой-то сверхдуховности. Я знаю, вы мне поправьте, если я не прав. Всегда так было. Еще в пост, но до советского, не в постсоветском пространстве, то есть до перестрелки или перестройки. Всегда мы понимали, что Латвия, Прибалтика, там люди, как мы говорим, более культурного сословия жили. То есть то ли близость Европы наложила свой отпечаток, то ли это. Ну вот, ваша точка зрения, она, наверное, сложилась под влиянием, ну, культуры. Никого не хочу обидеть, никого, и сохрани мне, Господь, от этого, или унизить. Есть что-то у славян, у нас, такое, что явно не от культуры, это, ну, от бескультуры. Если это мой огород, так попробуй сюда залезть. То есть, если это моя территория, так попробуй сунься сюда. Мне кажется, что здесь вопрос все-таки культуры и бескультурья. Тут даже не надо иметь сверхвеликое помазание на тебе и знать всю Библию, чтобы научиться такому человеческому уважению чужого мнения. Помогите мне разобраться в этом. Или вам, Латышам, что-то дано, чего нам не уберем? Нет. Это есть вопрос, может, вопрос воспитания. Я видел немало людей, уважаемых здесь, из Сладислава, Славян, потому что я все время путешествовал, начиная с Ташкента, Газелкента, до Воркуты, и вся европейская часть Советского Союза была под моими ногами, когда я ходил, я проповедовал, я служил Богу, и я видел много разных людей. Это, конечно, вопрос воспитания людей, как они принимают вопросы, и как их отношения с другими людьми. это важный момент. Я также это учился. Скажем, момент. Меня пригласили в конференции в Германию. И в Германии руководитель конференции был ярый противник того, что во время молитвы люди падают. Ярый противник этому. Он даже такой доклад отчитал, серьезнейший такой доклад. и я это все прошлушал. Ну, я знаю, что такое падение, что это. Я это испытал сам на себе. Я знаю все. И я взял слово, я встал. И я сказал свое мнение. А после этого, по окончанию этого всего, конференции, он подошел, пожелал мне руку. Очень хорошо, говорит брат, очень хорошо. Я так удивился. Я же так конкретно, четко сказал. Я ему же сказал такие слова. Это еще только КГБ противилось падениям. И он на меня так посмотрел. Ну, конечно, я потом извинился, я так немножко с горячей сказал. Это есть учение, это есть понятие, это увидеть то, что другие тоже что-то хочут. Другие тоже любят Бога. Самая большая проблема наша, проблема человека, это, я заметил, то ли американцев, то ли славян, то ли это, это независимо от принадлежности к национальности, это в систему своих ценностей включить ценности другого и включить чужую систему. Это самое тяжелое. Может оно чувством навыка прививается, прививается, или это является производной только, как вы, я обратил внимание, когда я перед этим задал, вы сказали, что это от Духа Святого, то есть это быть исполненным Духом Святым тогда в систему моего мировоззрения, моих ценностей, моих интересов, я в состоянии включить так же и других. Я немножко разъясню вопрос. Пожалуйста. Есть люди, которых, они их воспитали, они так, они интеллигентные, солидные люди, и не всегда будет так себя вести. Солидно. Но есть люди, которые попросят своей природе, по своему характеру, они горячие, они не могут спокойно слышать, что не так говорят. Там очень важный, хотя и первым случаем очень важный, есть вопрос Дух, что очень важный вопрос, Дух Святой, который наполняет этого человека. Я это видел среди многих людей, я видел самых горячих таких людей, которые аж горят, они не могут спокойно, и когда на них что-то говорят, они так спокойно, с улыбкой, и ты смотришь, думаешь, Господи, как это так? Как он так может? Я знаю его, он горячий. Но есть индивидуальная сторона человека, и, наверное, Бог считается с этим так же. Конечно, считается. Потому что Петр, смотрите, Петр, какой он горячий был, он был такой даже ухо от этого, от всего к этому слуге. И Бог потом не забрал это, когда человек приходит к Богу, Бог индивидуальность не забирает. Что он делает? Я это убедился на своем опыте. Он освящает эти способности, освящает эти эмоции, освящает эту индивидуальность. То есть, и это служит для славы великого имени. И мы видим того же самого Петра после обращения, после того, как Христос по воскресению пришел к нему, сказал ему те слова. «Поси овец мой». Мы видим в день Пятидесятницы он тот же самый герой, с теми же самыми эмоциями написано. Встал. Петр встал. А одиннадцать за ним встали. То есть, это действительно уникальная возможность, которую Бог дает. Вы, кстати, вы сам эмоциональный по себе или нет? Очень. Я скажу так, что Бог наши эмоции, наши, может, порой мы считаем, что недостаток нашего характера, Он его берет, усовершенствует и использует свою пользу. Даже наши несовершенства. Вот смотрите, Петра. Петр Бог использовал великолепно. Когда он встал и стал говорить, он говорит, вы это сделали. Он не боялся, он был горячий. Он прямо говорит, вы использовали. Не Иоанн, апостол любви стал, а стал Петр, который был горячий, который знал, что я скажу и не боюсь. Я прямо это отлично. Но Дух Светлой наполнил Петра и люди сказали, что нам делать и не покаялись. Это очень чудесно. Это в нашей жизни важный момент, когда мы то, что у нас есть, кажется у нас плохое, Бог употребляет в пользу свою. До какой черты мы должны быть веротерпимы по отношению к другому? мы должны быть все время веротерпимы друг к другу. Но в то же самое время мы должны понимать, что апостол Петр говорит, не властвуя над другим, но показывая добрый пример. Это означает, мы понимаем его слабость веру, и он не может, что он неправильно верит, понимает. Но моя жизнь должна помогать ему приобрести те ценности, которые Бог вложил меня, видя, чтобы нашу жизнь, наши дела, он сказал, да, я тоже хочу быть там. То есть там это то, что апостол Павел говорит, подражая вере их, это подражание, да? Да, это именно тот вопрос. Когда мы начинаем его давить, называть, ты такой неправильный, все, хорошо, заметьте апостола Павла, Павел в Афинах, Павел ходит и говорит, я вижу, вы люди богобоязненные. И потом говорит, я нашел там такой вот памятник, где написано неизвестному Богу. Вот этому Богу я поклоняюсь. То есть он не ударил по голове? Он не ударил по голове. Не обвинил их, что... Нет. Он сказал, вы, богобоязненный народ, но вот я вам что-то скажу больше, дальше, я с ней и знал Богу. Это имел успех. Порой мы в своей горячей мы готовим как Петр меч в руках и сразить право-влево. Это не всегда работает. Но когда нас наполняет любовь Божия, она всегда работает. я попрошу наших операторов, пастыриянестов, чтобы эту программу мы крутили не раз и не два, чтобы мы крутили десятки раз, чтобы она была в эфире. И вы знаете, моя молитва сегодня к Богу, чтобы было побольше, побольше. Я знаю, вы прожили многие, ну, года прожили, то есть, и поэтому Господь хранит вас от гордости. Но вот эта позиция, жизненная позиция служителя, моя молитва к Богу, чтобы было побольше таких служителей. И слава Господу за вас. Если бы, если бы, вы, кстати, не собираетесь переезжать в Калифорнию? Нет. Нет. в конце 80-х годов мне предлагали уехать с Латвии. Меня вызвали, предлагали уехать из Латвии и оставить. Когда еще никто не ездил, я мог собрать вечную семью и уехать. Все было готово. Я ответил тогда, что я уеду, я согласен только вместе с советчиками. Это есть со своей церкви. Это было 150 шесть членов в тот день. Я сказал, со всеми, включая их родственников, близких уедем. КГБ-то меня посмотрел, сказал, слишком много, пусть оставайся. Я согласен, но со всеми, потому что вы же скажете, ты стадо кинул свое. Скажите моим членам, что ваш пастух уехал в лучшие места, вас кинул здесь. Я так не хочу. И так я остался. Я считаю, что мне мое место сегодня там работать, и я хочу там продолжать работать. Хотя у меня есть некоторые планы другие, но я думаю, что я в Соединенные Штаты не перееду на постоянно жить. учиться. Я правда шел чаще приезжать, через каждые два года шел чаще приезжать, но моя мечта есть другие места отрудиться. Господи я попрошу совершить молитву пастор Янис за наших соотечественников, за служителей. Вначале я говорил, что нас смотрят люди различных деноминаций евангельского направления, различных. Каждый из нас проходит через что-то, то есть служитель через что-то проходит, кто-то из семей через что-то проходит, то есть встречаются какие-то трудности, какие-то переживания, кто-то из служителей проходит через какое-то к сожалению деление, то есть различные обстоятельства встречаются у нас, поэтому я просто верю, друзья, то, что вы слышали сегодня, я верю, что это Духа Божия, это важно, видно, это слово, это наставление, это было важно для тебя. Я верю в божественные такие встречи, их божественные аппоитменты, я их называю, когда Господь Богу угодно, Духом Святым проговорит что-то в твою судьбу, может, в твое служение, кого-то может подкорректировать, дать наставление, преподать учение, то есть Господь имел план для этой программы, может, лично для тебя, поэтому я глубоко верю, что молитва служителя, имеющего такое открытое большое сердце, которое вмещает, и мы слышали это в течение почти целого часа, вмещает всех, молитва служителя, она сделает перемены, она просто будет благословением для тебя, поэтому, пастыриянец, у вас есть несколько минут наставления для наших людей, независимо, в какую церковь они ходят, может, кто-то на пути к Богу, может, и дать им наставление, вот ваш объектив, и совершите молитву тогда. Я хотел бы сказать, что все служители, все члены церкви поняли одну истину, мы нужны друг другу. Мы нужны. Когда мы делаем дело евангелизации, я нуждаюсь в помощи всех служителей любой конфессии. И когда они придут, они там, если даже тот католик пришел, и он стал вместе со мною, пришел его член церкви, католики стоят, и он слышит истинное слово Евангелие, этот служитель слышит, он понимает уже, на то, что мы помогли ему работать. Поэтому моя просьба, братья Иисусы, поймите, мы нужны друг другу. С такой целью я еду здесь, что вы нужны мне, чтобы укрепить веру мою, и я нужен вам, я тоже так думаю. И сейчас я желаю помолиться. Да, Господи, слава Тебе. Господь и Бог, мы благодарны Тебе за милость Твою, что Ты даешь нам эти возможности говорить с народом Твоим. Боже, я благодарю Тебе, что Ты даешь нам открытое сердце, сердце для каждого человека, который находится на этой земле. И я прошу Тебе, Господь Бог наш великий, чтобы наши братья услышали то, что мы нужны друг другу. Господи, помоги нам это понять, и помоги нам так жить, что без общего труда на небе Божией мы не сможем принести колоссия в обители Твои. Господь, прошу, благословить моих братьев и сестер, и воздай им за милость, которую они оказали мне, и прослав свое святое имя в их жизнях и в церквах. Аминь. Аминь. Пострияние, спасибо. Пусть Господь и дальше благословляет вас, охрана в пути, при переездах, при перелетах, поддержка и помазание в служении в этом великом труде на Ниве Господней. Поэтому от имени наших всех телезрителей благодарим вам. Я лично благодарю вас за то, что вы нашли время и за наше общение с вами, за слово наставления. Поэтому это было благословение, это было здорово. Друзья, спасибо, что вы были с нами сегодня. Не пропускайте программу «Улияние», оставайтесь с импактом и помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Встречаемся на следующих программах. Будьте благословены. С Богом! Иисус Христос Иисус Христос